Воля случая привела его в мир искусства и навсегда изменила жизнь. Подарила большую семью, десятки культовых ролей и признание тысяч людей не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Казбеку Губиеву сегодня исполняется 65 лет. О заслуженном артисте России, народном артисте Северной Осетии и любимце публики наш следующий сюжет. Он мечтал стать спортсменом, но травма, полученная на тренировке, перевернула жизнь на 180 градусов. Казбеку Губиев решил попробовать себя в творчестве и, как оказалось, сделал правильный выбор. Признается, теперь он уверен, путь артиста ему был предначертан судьбой. Я здесь и этому я не просто горд, я счастлив, что я служу, служу театру, служу своему народу. Вдохновленный, молодой, талантливый. Таким Казбеку Губиев пришел в театр. После пяти лет отличной учебы в театральном институте имени Бориса Щукина вернулся во Владикавказ. В столице перспективного актера не хотели отпускать. Приглашали в спектакль, обещали главные роли, но кучерявого парня с горящими глазами словно магнитом тянуло домой. Первой работой в Осетинском театре стала главная роль в спектакле режиссера Розы Бекоевой «Мезозойская история». Дальше Цумак, Цула, Чепина, нашумевший Гамлет. Всего более 150 ролей. Некоторые из них особенно близки сердцу. Я был тогда молодой, со страстью, с оптимизмом смотрел на жизнь. То же самое был Цумак, революционер, просветитель. И, конечно, он мне был ближе по духу. Но все остальные роли, они все мои родные, все мои близкие. Вот я вам сейчас показывал. И королей играл. Сколько королей сыграл? По-моему, четыре короля. Много-много-много ролей. Казалось бы, признание и успех – то, чем мечтает каждый артист. Но Казбеку Соломоновичу мало быть хорошим актером и руководителем. Он настоящая личность, человек с большим и добрым сердцем. Казбек Убиев возглавляет Союз театральных деятелей республики. За это время десятки семей получили материальную помощь на обучение, образование, лечение. Развиваются творческие и инклюзивные группы. Союз регулярно проводит форумы и фестивали. Мы должны помогать друг другу, так говорит Казбек Соломонович. Мы работаем в одном театре, слушаем. И мне бывает очень приятно. Я никогда в жизни его не видела, чтобы он громко говорил, чтобы он раздражался. Я никогда не видела, чтобы он был расстроен чем-то. Он всегда улыбается. И мне нравится вот это его внутреннее спокойствие. Оно всегда передается людям. Он обладает абсолютным авторитетом. Потому что те, допустим, мероприятия, которые проводит Союз в течение года, можно оглянуться и сказать, что это большое количество серьезных и на высоком уровне профессиональном выполненных серьезных творческих работ. Преданный друг, любимый отец и дедушка, внимательный начальник. С каждой ролью вне театра он справляется так же хорошо, как и на сцене. Потому что все делает по любви. Иначе не имеет смысла. В этот важный день рядом с ним, как и всегда, его семья – артисты Северо-Отетинского государственного академического театра. Наш пинц, фанат, наш Рокозовский, наш Гагарин. Актер, талант. С некоторыми Казбек Губей вырос на сцене. Кого-то воспитал как артиста и открыл дорогу в удивительный мир искусства. Младшие коллеги рассказывают, в начале пути Казбек Соломонович всегда поддерживал, помогал советам и делам. И по сей день с каждым человеком говорит на равных. Потому что не привык измерять человека в званиях. Говорят, что театр – дом. То, ну, те, которые не работают в театре, они как-то скептически относятся к этому замечанию. Но это действительно так. Это наш дом. Это мой дом. Это мой дом, это моя семья. С кем я рос, мужал, становился на ноги, шел по жизни. 65 – только начало. Казбек Соломонович с улыбкой говорит, еще много ролей предстоит сыграть, еще много целей нужно осуществить. И все же главная мечта – быть счастливым человеком – сбылась уже давно. Валерия Кузаева, Хэтагопоев, Новости Осетии. Казбек Соломонович с улыбкой говорит, еще много ролей предстоит сыграть.